Привет, это Елена. И сегодня мы с вами поговорим, как создать для себя новую, счастливую, наполненную богатством и изобилием жизнь. Многие люди вообще не могут пробить в жизни финансовый потолок. Они меняют работу, меняют сферу деятельности. Но размер заработной платы, оклада или прибыли в их бизнесе остается неизменным. И вообще на первый взгляд непонятно, что здесь происходит и в чем здесь дело. Ну, вроде бы человек старается, приложивает какие-то усилия, чтобы добиться определенных целей. И развивается в своем деле, и цели, и задачи правильные ставит. И вы, наверное, уже догадались. Правильно, это негативные установки, которые спрятаны где-то глубоко в нашем подсознании. А также старые программы и сценарии, которые мешают реализовать денежное намерение и, конечно же, стать богатым. Мечтаете о красивой жизни? Действуйте, создавайте, двигайтесь вперед к своим целям. Но только без старых программ и негативных убеждений. Кто досмотрит это видео до конца, тот поймет, что нужно делать, чтобы двигаться вперед. И, как навсегда, освободиться от старых негативных программ, которые нам мешают двигаться к целям и ведут нас в пропасть нищеты. Подписывайтесь на канал, лайком и комментарием отдельный респект. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео на моем канале. Поделитесь в комментарии, как часто посещаете мой канал, какое видео смотрите. Вообще многие люди уверены, что если ты богатый, то однозначно ты вор. И где большие деньги, там махинации, опасность и тюрьма. И я думаю, каждый может продолжить эту цепочку в таком же ключе. И лучше быть бедным, но честным. И они подсознательно уклоняются от богатства, чтобы ни в коем случае не накликать на себя беду. Но в то же время продолжают мечтать о деньгах, а деньги почему-то к ним не приходят. И очень часто мы сами того не замечаем, как находимся под властью тех самых программ. И дело в том, что они уже давно сформированы за счет наших привычек, мыслей и убеждений. И не важно, позитивные ли эти убеждения или же негативные. Мы привыкли так думать, жить и поступать. И даже если это не приносит нам пользу. И эти привычки зафиксированы в материальной действительности. И наполнены нашей энергией и сформированы в программы, которые оказывают влияние на нашу жизнь. Так как же освободиться от негативных программ? И первый шаг к тому, чтобы перестроить привычный образ мышления относительно денег и освободиться от негативных установок. Это их увидеть и осознать. И только после этого, когда вы научитесь отслеживать свои негативные мысли в голове, и вы научитесь их заменять на более эффективные и позитивные. Наблюдайте за своими мыслями в течение дня. И отслеживайте, как часто вы думаете о деньгах в негативном ключе. И приведем такую ситуацию. Вы зашли в магазин, и вам понравился очень дорогой костюм. Либо вам приглянулся какой-то смартфон самой последней модели. И у вас сразу возникает мысль, я никогда не смогу себе позволить совершить такую покупку в таком размере. Я никогда не смогу себе позволить купить такую дорогую вещь. Я могу такую вещь купить только в кредит. Или же такую вещь, я не могу себе позволить вообще, такие вещи, такого качества, это не для меня. Отслеживайте такие негативные мысли и трансформируйте их в позитивные установки. И я обязательно смогу себе это позволить, но немножко позже. Или же приведем такой пример, что вы работаете на наемной работе. И у вас постоянно гложат такие мысли, что вдруг меня в этом месяце лишат премии. Вот прошел такой слушок, что идет сокращение, а вдруг меня сократят, как мне дальше жить. И такие мысли нужно тоже заменять на позитивные. Я получаю премию, потому что я хороший специалист. Я легко нахожу новую работу, если меня увольняют. Я открываю для себя дополнительный источник дохода. Действуйте, но уже без опоры на старые программы и привычки. Ищите силу и ресурсы внутри себя. И не пытайтесь их черпать из своего прошлого опыта. И так старые программы постепенно начнут отходить на задний план. Нивелироваться и разрушаться. Ваша первостепенная задача сформировать прочный фундамент из наших новых убеждений. Но что же делать со старыми программами? И посмотрите, какая для вас выгода, что если вы еще остаетесь в старых привычках и убеждениях. Старые программы можно сравнить со старым стулом, который вы постоянно носите с собой и никак не решаетесь, чтобы его выбросить на свалку. Вот я вам говорю, встаньте со старого стула. Вы со мной соглашаетесь и встаете. Но при этом мертвой хваткой продолжаете держаться руками и ногами за стул. И в итоге встаете и пытаетесь идти вместе с этим старым стулом. И примерно то же самое происходит, когда вы пытаетесь выйти из старых программ. Вы как бы хотите в своей жизни что-то изменить, избавиться от старых убеждений, привычек. Но в то же время вы как бы входите в новую жизнь и тянете за собой весь этот негативный опыт и старые негативные привычки, которые вас тормозят и не дают дойти до ваших целей. И хочу обратить ваше внимание, что вы этот стул тащите с собой в новое время. Но, к сожалению, в новом времени не работают старые убеждения и привычки. И тогда обстоятельства в вашей жизни начинают складываться так, чтобы выбить у вас этот стул из рук. Но я думаю, самый оптимальный вариант, когда вы сами оставите этот старый стул и шагнете в свою новую жизнь со своими новыми привычками и убеждениями. Осознайте, пока вы будете держаться за старый опыт и негативные убеждения, и как ни печально это звучит, но ничего нового в вашей жизни происходить не будет. Вы не обретете истинную свободу, в том числе и финансовую. И сначала все должно поменяться в вашем сознании. И только потом вы заметите подлинные перемены в вашей жизни. И представьте такую ситуацию, что вы сейчас находитесь в первом классе. Вот буквально сейчас вы учитесь писать свои первые буквы в тетради. И поначалу у вас получается все плохо, криво и вам не нравится. Но со временем, когда вы выводите букву за буквой, у вас уже получается гораздо лучше. Но когда вы дойдете уже до 10 класса, и если, конечно, вы захотите, у вас будет шикарный почерк. И все, конечно же, зависит от вас, от ваших целей, от вашей целеустремленности. И, конечно же, вашего намерения. Возможности у всех равные. Итак, наблюдайте за своими мыслями, отслеживайте все негативные программы и установки. И заменяйте их на новые и позитивные. И тогда вы войдете в новое состояние и начнете транслировать позитивную энергию, на которую будут идти деньги. И вы сами заметите, насколько изменится ваша жизнь. А также от вас не скроется и то, что ваши цели и задачи будут решаться гораздо легче и быстрее. И, безусловно, вы тогда сможете жить в достатке и иметь всегда деньги под рукой. Все рассуждения и предсказания радости от новых идей и возможностей, которые узнали в этом видео, фиксируйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. Кому видео было полезно, ставьте лайк. Ну, кому не понравилось, ставьте дизлайк. Тем самым у меня будет возможность улучшать контент для вас. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы самыми первыми получать уведомления о новых видео на моем канале. До встречи в следующем видео. С вами была Елена Макаленко. С вами была Елена Макаленко.